Героиня нашего сегодняшнего сюжета двухлетняя Хабиба Дандашева. У малышки синдром спастической диплегии, задержка психомоторного развития. Из-за этого девочка до сих пор не стоит сама на ногах, ей почти не говорит. Хабиба прошла множество курсов лечения, но несмотря на это, она серьезно отстает в развитии от своих сверстников. О том, как помочь ребенку реализовать свою мечту и научиться ходить, расскажет Патимат Ханапова. Мы были в шоке. Когда ребенок ничего не мог. Маленькой Хабибе всего два с половиной года, а у нее уже целая папка с выписками от походов к врачам. Несмотря ни на что, этот мир она познает с улыбкой на лице и широко открытыми глазами. Дается ей правда, это и не просто с помощью врачей и небезосновательной поддержки родителей. То, что она любит, она любит, чтобы с ней ходили. Идем. Если она не уставшая, конечно, когда уставшая, ей тяжело бывает. А так, она очень хочет, чтобы с ней ходили постоянно. Во время беременности, признается мама малышки, никаких предпосылок к болезни не было. Вино всему тяжелые роды и врачебная ошибка. Как вышло так, что у ребенка возникла гипоксия при родах, то есть нехватка кислорода, со слезами на глазах рассказывает Татьяна. Беременность хорошо протекала. Переход был в 41 неделю. Нужно было мне делать кисер, мне не сказали врачи. Когда врачи посмотрели, уже были грязные воды. Грязные воды. Они ждали моих родителей. Они подпишут договор, чтобы кисерить. Это было все это время. Она страдала. Пока Хабиба самостоятельно не ходит, но уже ползет и сидит. Играется, реагирует на всякие задания и даже немного разговаривает. Раньше не могла. Мама говорит, положительная динамика благодаря постоянным занятиям. Дома по 2-3 часа каждый день. Но этого недостаточно. Необходимо регулярно ездить на реабилитацию в специальные центры. Врачи, там специалисты говорят, что она очень перспективная. Она очень такая сильная девочка. Она понимает, что от нее хотят. Ей покажешь одну, вторую процедуру. Она понимает. Они говорят, что надо не опустить это время. Надо с ней работать. Если вы будете работать с ней, она у вас поднимется. Пойдет. У молодой семьи пока нет собственного жилья. А живут они на квартире родственницы. Чтобы помочь первенцу, Амин и Татьяна побывали в разных городах. От Челябинска до Москвы потратили все накопления, влезли в долги. И теперь вынуждены обращаться за помощью. Помимо лечения в дорогих реабилитационных центрах, малышке необходимы специальные домашние тренажеры. А они, как известно, очень дорогие. Поэтому глава семьи некоторый из них даже соорудил сам. Увидели, как в реабилитационных центрах. Сказали, если есть, такой можете взять. Ну, решил сам сделать. Конечно, таких сумм нет. Вы сами сделали его? Да. Это вот просто обычные доски. На рынке купил. Шурупами прихрутил. Они сказали, как расстояние ног. Как она, чтобы ноги не сгинать. И вот ее ставишь, и она двумя руками может играть. Играть, и отрабатываешь, например, что-нибудь с ней там скажешь. Дай руку. Дай ручку. Вот так. И там бывает, и предметы подаешь, разные предметы, чтобы она в руки переставляла их. Помочь малышке смогут не только врачи, но и каждый из нас. Для этого нужно всего лишь отправить смс на номер 3116 с текстом «Вера» и «Суммой». Для прохождения лечения в Челябинске девочке необходимо собрать 134 тысячи рублей. Тогда обязательно сбудется мечта Хабибы, о которой она пока не может рассказать. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.